ну все парни поехал мой станочек соседний район нету печку выключить забрали мужики всем привет санечка но есть у меня такой шкивочек лучше показать на раута универсальный он и под профиль б и под профиль а вот он ремень профиля вывернутый то есть если его поставить видно да зазор ну понятно дело что он садится глубоко зазор также можно поставить и профиль бы сюда зазор еще больше будет но на 200 ну где-то так плюс минус 260 вот на профиле а судя по всему как он там садится где-то 240 получается вот так вот примерно если чу могу подогнать серединка есть она вставляется здесь и закручиваются болтами сейчас покажу середина здесь под шпонку шпонка здесь даже мерить не буду она здесь на конус идет на конусный вал вот так это забивается болты потом закручиваются чтоб она не выскочила резьба его все это дело держит на компрессоре на каком-то стоял я ее достал там у меня отдельно это отдельно сейчас возьму флянчик вот флянец редуктора вот он мне обрезанный вместо шаблончик этом промеряю тем не менее вот она посадочная не тронута здесь середина выбрана шлицы он серега мне припер там коробку шлицы я протачиваю на звезды вот флянец сюда просто изюмительно становится просверливается что здесь здесь можно вот это сточить вот эту балду вот что здесь он практически посадка у них офигенский то есть тело хватает чтобы захватить упереться среди могу подогнать никаких проблем за песочью вот просверлю шаблоны есть мне все есть вот это могу сточить потому что болты потом ну вот шкилок уже приобретает внешний вид записочил сейчас его немножко о культуре по ручьям выровнял у я их не трогал я имею ввиду он был перевернутый торца ну тот край выровнял по ручьям зажимал резец внутрь и этот смотрел чтобы он ровненько был потом как подстукивал там как он потом выровнялся я включил посмотрел визуально ну не бьет что там говорить по ручьям потом торца ну в эту сторону выровняла на наплывы все равно есть чугунина вот здесь наплывы есть с этой стороны там торца ну сейчас вот эту длинную сторону через дырки пройду тоже чуть-чуть о культуре наплываю по убираю лишние вот тут буквально чуть-чуть там я не знаю даже не смотрю вот сюда мне без разницы спецрезец вон той стороной работает их много их не жалко вот вторая пониженная сейчас вот там на еще проточу углубление небольшое под флянцы под вот эти чтобы вот не внутри торцевался потому что он там дырка больше а вот по наружу чтоб торцевался ну не знаю что там уже наверняка там становилось замерил не знаю по чертежу почему-то 88 а вот замерил здесь 87 и 5 здесь тоже 87 и 5 не знаю почему пять десяток куда деваются вот как-то так ну чтоб центровался флянчик поставил зашел и все и никуда не сдвигался а болты притягивали так ну чё шкивочек шкивочек готов здесь проточено здесь сторона проточено там проточено ручьи не трогал все выровнял не ручьи не трогал выровнял плоскость выставил ручьи чтобы они вот без избиения были потому что это литье как бы вот прошелся тут там срезал вон ту которая торчала вот так срезал и вот до самых глубок они вот вровень сейчас идут проточил внутрь внутрь под под вот эти вещи есть правда грязненькие вот перемерил я посадок как центровочная будет вот сюда вот флянчик становится грязный надо ржавчину на почистить перемерил вот этот становится вроде не люфтит вот еще один тоже становится вроде как для центровки и чтобы от натяжки никуда не не 2 дни двинула вот здесь вот глубина ну получилось так 2 и 2 и 8 миллиметра вот он обрезанный тоже становится все четенько даже не выпадает но при этом ша улица чистая залазит хорошо и люфточка нету осталось сейчас просвелить толщина у тут миллиметров 10 миллиметров 10 чтобы держать это все дела и все тут тоже торца ну внутри вот не торца вам там наплывов много ну как таких вот от литья вот это точил вот этим резцом спецсредством который добивает его до ста процентов вот так протачил там тут им же там срезал вот эту им же вот выкинул одну пластинку двух сторон и добил чугун чугуном а потом вот поставил еще одну на них просто есть эти как бы понятное дело а вот эти для черновухи в самый раз все сейчас отстегиваем просверливаем и можно устанавливать и испытывать устанавливать и испытывать ну сейчас телефон если не сдохнет на раздохнет руки как станок черные это капец ну чё санечек запорол я тебе шкив конечно не хотел но так получилось весь станок он грязнючий такое ощущение что тут кого-то убили вот точил чугун выточил алюминиевый шкив получилось так случайно вот перестарался короче вот эту сторону прошел полностью вот отсюда здесь сделал плавный переходик сюда ну и здесь как как бы немножечко так повторим короче убрал все сопли это лицевая сторона сейчас переверну его так с этой стороны эту сторону не трогал вот здесь только проторчил и углубил ручьи не трогал они вообще шикардосик на и вот эту сторону подровнял но они тут наплывы такие но здесь было неудобно поэтому не стал и вообще-то ничего трогать такие наплывчики здесь здесь ну чугун чё там говорить вот ну здесь вот визуально хоть он ровненький был с той стороны полностью лицевая сторона здесь проточил такую посадочку сделал под флянцы ну вот два флянца там еще два короче перемерил мяши и чертежек тоже присутствует между там звездочки протачь флянец методиск тормозной восьмерочные вон флянцы вот проточил под флянец но это просто чистенький и уже обрезан удобно через него смотреть грязные не буду совать вот сюда он плотненько садится ставится ух ты даже попал с первого раза просверлился то есть вот так он отцентровался уже не сместиться притягиваешь и все шикардосик вот как-то так начал засверливаться потом понял что могу ошибиться пришлось чуть сместить иначе попал бы где-то на вот эти три толщина вот здесь наверно сантиметра полтора вот тут где-то сантиметр потому что она и с этой стороны чуть проточена и с той стороны чуть проточена но я думаю 10 миллиметров так там больше наверно что-то я говорю 10 на самом деле на около того я думаю хватит и все но это уже не высохнуть успел пошел пообедал сейчас только что обед в пять вечера ух ты тяжеленький такой так что я думаю будет работать а это звездочки тупо вот как то так все тут он вот то ли коррозия то ли литье такое шут раковины чисто пескоструем все почистил проточил ну и напоследок красанул чтобы он не ржавел потому что чего он все равно даже в помещении ржавеет лежит и ржавеет как-то так а там перекрасишь если чё вот такие вот дела а но но и а и